Перейдем к художественному чтению. Сын Люцифера, день первый. Это были две новеллы, как выступление. Теперь пошли дни. Ну, я читал диалог в свое время, когда начинал предшествующий первому дню, но я прочту его еще раз. Сын Люцифера, день первый. И сказал Люцифер, ты сын мой плоть от плоти. Я буду учить тебя, и ты будешь меня слушать, если захочешь. Я ни к чему не буду тебя принуждать, и ничего не буду тебе навязывать. Ты сам сделаешь свой выбор, и он будет свободным. Ты сам решишь, за кем следовать, за мной или за ним. И как ты решишь, так и будет. Но сначала ты должен ответить мне, согласен ли ты меня слушать, согласен ли ты со мной разговаривать, согласен ли ты у меня учиться. Ибо сказано, сатана отец лжи, нельзя с ним разговаривать, нельзя с ним спорить. И ответил Люциферу его сын, я буду тебя слушать. Если я могу слушать его, то почему я не могу слушать тебя? Разве ты убедительнее его? Я буду с тобой разговаривать. Если я могу разговаривать с ним, то почему я не могу разговаривать с тобой? Разве ты крестноречивее его? Я буду у тебя учиться. Я человек, и я смогу отличить правду от лжи. А если нет, то как я смогу сделать свой выбор? Тогда никакой свободы выбора вообще не существует. Слепой не может сам выбирать себе дорогу. Хорошо, ответил Люцифер. Спрашивай. И спросил у Люцифера его сын. Христос, сын Божий, страдал и умер на кресте. Должен ли буду и я, твой сын, страдать и умереть? И ответил Люцифер своему сыну. Христос знал, что он сын Божий. Так в чем же тогда его подвиг? Он просто играл. Смерть была для него лишь игрой. Он знал, что это не навсегда, не всерьез. Он знал, что вернется. Да, он страдал и мучился на кресте. Но любые страдания, любые муки можно вытерпеть, если знаешь, что это просто игра. Своего рода испытание духа. Да и что такое муки? Тысячи и тысячи людей распинали. Еще тысячи и тысячи терпели гораздо более жестокие и защленные муки. И многие верили себя при этом достойно. Даже перед лицом смерти. Причем настоящей смерти, не игрушечной, не понарошку. Ну и что? Кто их сейчас помнит? Кто ими восхищается? Где они? Канули во всепоглощающую бездну времени. Без следа. Иными словами, сами по себе муки и страдания ничего-ничего не значат и ничего не стоят. Тебе незачем их терпеть. Игра. День первый. Не судите, да не судимо будете. Евангелие от Матфея. От Матфея. Сидорову разбудил резкий телефонный звонок. Да, хрипл со сна голосом. Сразу же быстро спросил он, стараясь говорить тихо и прикрывая ладонью трубку, чтобы не разбудить спящую рядом жену. С просонья он ничего еще толком не соображал и действовал просто на автомате. Константин Викторович вежливо поинтересовался приятный и спокойный женский голос. Да, несколько удивленно ответил Сидоров, постепенно просыпаясь. Здравствуйте, я представитель компьютерной фирмы. Женщина на том конце провода перешла на английский и произнесла какое-то длинное и сложное название, которое Сидоров не разобрал, да и не пытался. Что-то там интернешн. Извините, пожалуйста, за столь ранний звонок. Сидоров машинально взглянул на стоявший рядом будильник. Черт, семь часов еще только. Но мы боялись днем вас не застать, снова заговорила она по-русски. Поздравляю вас, вы стали победителем нашей ежегодной лотереи и выиграли главный приз. Вы знаете, я не участвовал ни в какой лотерее. Сразу же без церемонии прервал свою собеседницу Сидоров. Не надо мне никаких призов, пожалуйста, больше сюда не звоните. Он в ярости швырнул трубку и некоторое время лежал, медленно остывая. Приз. Знаем мы эти призы. Наша чудо-сковородка с фантастической скидкой. Только для вас. И с этим бредом они меня в субботу в 7 утра специально разбудили. Сволочи. Убивать за это надо этой самой сковородкой. Телефон звонил снова. Твою мать. Сидоров некоторое время злобно на него смотрел, потом снова схватил трубку. Что-то милый сонно проговорил за спиной Настеньки слабо зашевелился. Да. Константин Викторович, не бросайте, пожалуйста, трубку. Послу раскрыл рот Сидоров. Это не чудо-сковородка. Сидоров так и остался лежать с раскрытым ртом. Это настоящий приз. Причем очень дорогой. Около 50. Представительница фирмы была все так же невозмутимо спокойна. Тысяча долларов. Сидоров с изумлением посмотрел на трубку, захлопнул рот и судорожно схлотнул. Просто скажите, куда вам его подвезти, когда именно. Назовите любое удобное для вас место и время. А что это такое? Сидоров все еще ничему не верил, но искушение было слишком велико. И откуда она, интересно, про сковородку узнала? Случайно так в точку попало? Или я сам с просонья, может, что-то вслух сказал? Не помню уже. Ну ладно. Новейший игровой компьютер. Продукция нашей фирмы. Экспериментальная разработка. Моделирование виртуальной реальности. Сидоров со всем возрастающим изумлением слушал эту неторопливо льющую, с уверенной и плавной речь. Мда. Что-то слишком уж сложно для обычного кидалова. А что если? Да нет, не может быть. 50 тысяч баксов мне сейчас подарят. Ага, как же. Держи карман шире. Это только в сказках бывает или в фильмах. Но какая-то слабенькая робкая надежда уже зашевелилась против фольвера в его душе. А вдруг выигрывают же люди? Впрочем, мастер во всем подробно объяснит. Продолжала между тем все так же бесстрастно и спокойно вещать его невидимой собеседнице. Итак, куда же он должен подъехать и когда именно? А можно я лучше сам к вам подъеду? Предпринял последнюю попытку Сидоров. А вдруг все-таки жулики? Пустишь тут неизвестно кого. Хотя с другой стороны они же вроде конкретно домой не просятся. Просто назовите любое место. Вот черт, ничего не понимаю. Куда привезти вам 50 тысяч долларов и когда именно? Как вам удобнее? Да чушь собачья. Нет, Константин Викторович, равнодушно ответили между тем на том конце провода. Аппаратура сложная, мастер должен на месте ее настраивать. Так куда все-таки подъехать? Хорошо сдался Сидоров. Давайте скажем, ну скажем сегодня в 2 часа. Улица. Сидоров продиктовал свой домашний адрес. Прекрасно. Итак, улица. Женщина отчетливо повторила только что продиктованный ей адрес. Мастер приедет к вам сегодня ровно в 14.00. Ждите. До свидания. До свидания. Автоматически ответил Сидоров и услышал короткие гудки. Он аккуратно положил трубку и откинулся на подушку, испытывая ощущение человека, которому только что сообщили, что он вдруг сказочно разбогател. 50 тысяч долларов были для Сидорова суммой совершенно немыслимой. Если бы это казалось правдой, и нам действительно этот навороченный компьютер подарят, при одной только этой мысли у него даже дыхание захватило. Естественно, оставлять его себе он вовсе не собирался. Поиграться недельку и продать. А можно и вообще сразу. Даже если не за полтинник, а скажем всего только за 40 тысяч. Если он полтинник стоит за 40-ку, то уж, наверное, по-любому уйдет. 40 тысяч долларов. С ума сойти. Вот дьявол. Сидоров даже закряхтил и заворочился на кровати, отохватившего его возбуждение. Неужели правда? И чего это им на два часа сказал? Вот дурак. Надо было немедленно назначать прямо сейчас. Вот ее же самую секунду. Привозите. Сидоров чуть не застонал от терпения и раздражения на самого себя, беспомощно посмотрел по сторонам и потом перевел взгляд на лежащую рядом жену. Ему нужно было срочно выговориться с кем-то, поделиться переполнявшими его чувствами. Настенька. Он легонько потряс ее за плечом. Просыпайся. А, сонным голосом пробормотала жена. Что такое? Просыпайся, просыпайся. Тут такие новости. Торопливо зачастил Сидоров. Какие новости? Все так же сонно, без всякого выражения. Переспросила Настенька. Прямо на глазах засыпай. Правда, прямо на глазах снова засыпай. Не спи. Сидоров потряс жену за плечо чуть сильнее. Та вздрогнула, открыла глаза и увидев склонившегося на дне мужа, легко улыбнулась. Что, милый? Ты представляешь, мне только что позвонили по телефону и сказали, что я выиграл 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов? Удивленно приспросила Настенька и недоверчиво посмотрела на Сидорова. Какие еще 50 тысяч долларов? Кто позвонил? Сам не знаю, возбужденно пожал плечами тот. Какая-то компьютерная фирма. По-моему, Америкоса. Якобы я выиграл у них какую-то там лотерею и теперь мне полагается приз. Какой-то их не последний компьютер супер навороченный за 50 тысяч баксов. Представляешь? И что? Что-что? Ничего, сегодня в 2 часа привезут. Мастер приедет настраивать. Сегодня в 2 часа? Куда привезут? Сюда? Ну да, прямо сюда. Я им адрес... Я сам адрес им по телефону продиктовал и время назначил. Надо было раньше, конечно. Сам не знаю, чего это я так лоханулся. Прямо сейчас надо было назначать, немедленно. А перезвонить им нельзя? У нас же определитель стоит. Настенька, как и все женщины, в некоторых ситуациях вела себя удивительно практично. Виктор Сидоров сам даже как-то не подумал про такой простейшие и совершенно очевидные возможности. Умничка, восхищенно поцеловал на жену, скачал с кровати и бросился к телефону. Тьфу, ты разочарованно протянул мгновением позже. Номер не высветился. Ну не расстраивайся так, котик. Ничего страшного. Подождем. Настенька ласкова, улыбаясь, посмотрела на него снизу вверх. Иди, лучше, ко мне. А то я уже замерзла. Мягкой чуть-чуть и грибы добавила она. Сидоров тоже невольно улыбаясь, стоял у кровати, смотрел на жену и чувствовал, как его переполняет нежность. Захлестывает. Как сердце буквально львется на части от любви и горло подкатывает ком. Он был безумно влюблен в свою жену. Влюблен как мальчишка. Любил ее, боготворил. Нет, все не то. Он чувствовал, что нет в языке человеческом таких слов, чтобы передать хоть как-то его чувства. Как нет слов, чтобы описать ветер, воду, огонь. Ему казалось, что от его жены, от его Настеньки исходит какой-то тихий, мягкий внутренний свет, какое-то душевное тепло. И он искренне удивлялся, когда замечал, что другие этого не видят, не чувствуют. Ему нравилось не все. Каждая ее черточка, каждое движение, каждый жест. Как она говорит, смотрит, смеется. Они женаты были уже почти два года, а его любовь, страсть к ней не только не слабели, как будто даже напротив, росли, усиливались. Она всегда с самой первой их встречи казалась ему каким-то совершенно особым, высшим, неземным существом, словно случайно залетевшим сюда из совсем и совсем другого мира, неведомого, загадочного и прекрасного. Абсолютно не похожий на всех остальных обычных земных женщин, словно слепленный из какого-то иного теста. Гри на соль алой паруса, или даже нет, некоторые его самые ранние, первые, пронзительно нежные рассказы, где мужчин и женщин иногда и совсем не называют по именам, просто он и она. Гумилёв, звенящий, как хрусталь, как льдинки в бокале, удивительные, невероятные, кристально-прозрачные строки. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далёко-далёко на озере Чад изысканный бродит жираф. Сидоров порой твердил про себя эти прекрасные, невыразимо печальные и бессмертные стихи, но чувствовал, что даже их ему недостаточно, даже они казались ему недостаточно глубокими и нежными. Его чувства к Настеньке были ещё сильнее, ещё глубже, ещё возвышеннее. Он благодарил судьбу за то, что ему посчастливило встретить в жизни такую любовь и одновременно боялся своего счастья. Ведь если с ней, с его Настеньке что-нибудь случится, он просто не представлял себе, что с ним тогда будет, не мог представить. Мир рухнет и солнце погаснет, время остановится и прекратит своё течение. Да нет, этого просто не может быть, никогда. Бог милостив, он этого не допустит. И он лёг рядом со своей женой, обнял её, начал целовать, ласкать и шептать всё то, что всегда во все времена шепчут мужчины женщинам, которых любят. И они были близки друг с другом, как только могут быть близки друг с другом люди, как только могут быть близки друг с другом муж и жена. И кричали от наслаждения, они были молоды, они были счастливы. И он любил её, а она любила его. И не было в тот момент на земле людей счастливее их. И не верите, что так будет всегда Что так будет вечно Что счастье их не прервется никогда Ведь Бог милостив Он этого не допустит Так, продолжение завтра Почитаем художественную прозу Часть вторая Нет, глава вторая Ровно в два часа дня Ни минуты ни раньше, ни позже В дверь позвонили Сидоров, который маялся с утра И давно уже сгорает нетерпение, ждал этого звонка А последний минут пятнадцатых Просто не отходил от двери Сразу же открыл Он вообще весь день не находил себе места Ничем не мог заниматься Лишь бесцельно слонялся по комнатам из угла в угол Никогда еще время не тянулось для него так медленно Казалось, стрелки часов замерли Прилипли к циферблату и почти не движутся А сейчас у дня Что они совсем остановились Настинка же между тем Напротив, восприняла все как ни странно Гораздо равнодушнее и хладнокровнее Спокойно занималась своими домашними делами И лишь время от времени Добродушно посмеивалась над мужем Глядя, как он целый день Мечется по квартире, как угорел На пороге стоял корректный, хорошо одетый молодой мужчина Лет 35 с какой-то коробкой в руках Здравствуйте Константин Викторович Вежливо поинтересовался он Я из фирмы Он произнес по-английски что-то длинное Судя по всему то же самое, что Сидоров слышал утром от женщины Запомнившиеся ему интонейшнл, по крайней мере, там точно присутствовал Да-да, пожалуйста Сидоров посторонился, давая гостю пройти Мужчина вошел, остановился, упростительно глядя на Сидорова Вот сюда, пожалуйста, заходите Заторопился тот, показывая рукой на дверь комнаты Где стоял его письменный стол И где он обычно занимался Сидоров учился на третьем курсе одного из вторичных вузов Но не развивайтесь, добавил он Видит, что гость нерешительности медлит и ищет глазами взглядом тапочки Ничего страшного Мужчина вошел в указанную ему комнату Бегал, огляделся он И, держа перед собой коробку, сразу же направился к письменному столу Сюда, наверное Полуутвердительно сходу спросил он Кивая на стол и мельком бросив взгляд на Сидорова Да, ставьте на стол Сразу же с готовностью С каким-то слегка заискивающим голосом Подтвердил Сидоров Глядя во все глаза на коробку И чувствуя себя ребенком К которому пришел Дед Мороз с подарками Мужчина молча поставил коробку на стол И начал аккуратно и профессионально Быстрыми и точными движениями ее распаковывать Здравствуйте Сидоров и не заметил, как Настенька вошла в комнату Здравствуйте Мужчина на секунду приостановился и поднял на нее глаза Настенька подошла и встала рядом с мужем Мужчина некоторое время молча на них смотрел Потом опустил глаза и снова занялся в своей коробке Еще несколько движений И он бережно достал туда какую-то непонятную черную полосферу Сидоров, замирая от любопытства, подошел ближе Увидел, что это нечто вроде мотоциклетного шлема Только на вид менее массивное и гораздо более изящное Где у вас тут розетка? А, вон, вижу Мужчина размотал шнур, сунул его в розетку И пощелкал на шлеме какими-то кнопками Теперь его надо настроить Садитесь, пожалуйста, в кресло и наденьте его Вот так Он показал Сидорову, как надевать шлем Да, вот так Все нормально, удобно Шлем сидел на Сидорове как влитой Он абсолютно не чувствовался и практически ничего не весил Как будто его вообще на голове не было Хорошо, можете снимать Теперь вы, пожалуйста Мужчина, приглашающий, посмотрел на Настеньку Таня уверенно улыбается В нерешительности взглянула на Сидорова Который в ответ лишь пожал плечами и ободряюще кивнул И также нерешительно села в кресло Мужчина притянула ей шлем И Настенька медленно и аккуратно, чтобы не помять прическу Его одела Все, можете снимать Все? Что уже? Да-да, снимайте Настенька все так же тщательно и неторопливо сняла шлем И притянула его стоящему перед ней представителю фирмы Тот взял его у нее из рук Что-то в нем нажал и положил на стол Ну вот, подготовка закончена Сейчас система загружается Реально это займет часа 3-4 Когда все закончится, погаснет вот эта красная лампочка Да-да, вот эта Видите, сейчас она горит Как только погаснет, можете работать Так, что еще? Работает либо от сети, либо от аккумулятора Аккумулятора хватает на сутки Потом надо подзаряжать Вообще-то лучше пусть он у вас все время будет в сеть включен, когда вы им не пользуетесь Чтобы аккумулятор не разряжался Кнопок никаких нажимать не надо Кончили работать, сняли, положили на стол и все Система постоянно самонастраивается и модифицируется с учетом поступающей внешней информации Сидов с каким-то прямо-таки благоговейным трепетом взирал на лежащие перед ним чудо современной компьютерной техники Это надо же, самонастраивается, модифицируется Ну и ну Ладно, посмотрим Я настроил систему на вас обоих Теперь только вы и ваша жена сможете ею пользоваться Черт, мелькнул в голове у Сидорова Значит тоже продать не удастся Ну да там видно будет, разберемся А как ею пользоваться? Там хоть инструкция какая-нибудь есть Несколько разочарованно Как интересовался Сидоров Позиться теперь придется еще с этой перенастройкой Лишние хлопоты, лишние расходы На нас он, видите ли, настроил мудак Кто его просил? Управлять очень просто И никаких инструкций вам не потребуется Просто наденьте шлем и все Если что-то будет неясно Спросите прямо у компьютера И он вам все подскажет И он вам все подробно объяснит Ну в общем научитесь Никаких проблем у вас, я уверен, не возникнет В крайнем случае звоните Мужчина протянул Сидорову визитку Быстро упаковал пустую коробку Похлопал по ней руками и оглянулся Куда бы ее поставить? Еще куда бы ее поставить? Главное ничего не трогайтесь И не пытайтесь скрывать панели Как же размечтался? Иначе все сотрете Ладно, сотрете А ось не сотрем Наши умельцы все в лучшем виде сделают Бабок только жалко Это новая модель ноу-хау Пользоваться можно, но внутрь лазить нельзя Ну сами понимаете Мужчина так и не найдя подходящее место Оставил коробку прямо на столе Рядом со шлемом Так система моя? Фирма мне ее дарит Или просто дает на время пользоваться? На всякий случай благоразумно уточнил Сидоров Ваша, ваша Она ваша Мужчина взглянул на Сидорова прямо в глаза И почему-то усмехнулся Фирма вам ее дарит Навсегда Вы ее выиграли Пользуйтесь здоровьем Надеюсь, вам понравится Он снова взглянул в глаза Сидорова И опять чему-то усмехнулся Да что это хоть такое-то взорвался на конец Сидоров Что это действительно за дела? Сами разберетесь, компьютер все объяснит А ты-то тут зачем? Специалист хренов Я думал, вы мне все расскажете Игра Разве вам утром не сказали? Игра Это всего лишь игра Ладно До завтра Глава 4 Раздел 4 Комната исчезла Сидоров вдруг увидел свою жену Настеньку Выходящую из подъезда их дома Сам он как будто невидимо Следовал рядом с ней Буквально в нескольких шагах Настенька куда-то торопилась Вот она выбежала на дорогу И стала отчаянно махать рукой Пытаясь поймать машину Сидоров с неприятным удивлением Наблюдал за ней Он неожиданно поймался на мысли Что выглядит она со стороны в сущности Как самая заворядная бабенка Обычная телка, голосующая на обочине Каких он видит ежедневно пачками Когда едет на работу Так же точно нелепо мечется и суетится Как потревоженная курица Разве что никуда, что не хлопает крыльями Да и вообще для соли или блоковской незнакомки Слишком уж активно жестикулирует Сидорову почему-то всегда казалось Что по улицам его бесценная, драгоценная Несравненная, любимая Не ходит и не слышно скользит По тупе взор Несмотря по сторонам И лишь загадочно улыбаясь Каким-то своим Одной только ей ведомым Таинственным и непостижимым мыслям По городу передвигается Не на общественном транспорте А как-то так Сама собой оказывается там, где надо По мгновению волшебной палочки Порхай-то, в общем, как фея Глупо, конечно, но он только сейчас это понял Раньше как-то над всем этим не задумался Внезапно, прямо из лябого ряда Не обращая внимания ни на какие правила Кваженер резко рванулся Шикарный белый лимузин Кажется, Мерседес Хотя нет, фары вроде другие Впрочем, Сидоров в этом не особо Не очень разбирался Такие авто были из какой-то иной Сказочной жизни Из другого мира Мира загорелых, холеных, уверенных себе миллионеров Яхт, трехэтажных вилл, дорогих ресторанов И шиншилловых шуб Мира, где все люди всегда беззаботные Веселые и счастливые Где вообще не существует никаких проблем Чудо-автомобиль с визгом затормозил возле Настеньки Дверца его приоткрылась Сидоров заглянул внутрь И лишился дара речи На него, точнее на его жену Смотрел, улыбаясь, самый настоящий сказочный принц Юный, беспечный, свободный, прекрасный И безумно богатый Это чувствовал сразу В общем, идеал Живая мечта Если бы Сидоров был женщиной Он бы сам в него немедленно влюбился И кинулся на шею Он даже не подозревал до сих пор Что такие люди вообще существуют Это было просто несправедливо Сидоров, похолодев, смотрел Как его жена садится в машину Как она оживленно болтает И строит глазки этому Сидоров, задыхаясь от зависти И ревности Хотел найти в своем неожиданном Как снег на голову ему свалившемуся сопернике Хоть какой-нибудь изъян И не мог Незнакомец был безупречен Великолепен Сдержан, учтив изящен Утонченно вежлив И к тому же еще, как оказалось Находчив и остроумен По крайней мере, сам Сидоров Поддерживать с дамой Такую легкую, тонкую, пряную беседу Ни о чем Козри Внезапно всплыло у него В памяти Прочитанное где-то подходящее Французское словечко Никогда бы не сумел С дамой твою мать Выругался про себя Сидоров Он чувствовал себя каким-то неуклюжим Неотесанным мужланом Мыхлаком, просто людином Со злобным пыхтением Наблюдающим со стороны Как блестящий молодой граф Или маркиз Прямо у него на глазах Соблазняет его красавицу жену Просто так От скуки Мимоходом Небрежно шутя Оказывает ей знаки внимания Заранее уверенной в успехе И ничуть не сомневая Собственной неотразимости Красавица, как же Не такая уж она оказывается И красавица Вдруг злорадно подумал Сидоров Разглядывая Сидящую бок о бок Сладкую парочку Действительно На фоне потрясающего Ошеломляющего Поражающего воображения Блистательного принца Сидоров против Фоли Называл его теперь про себя Именно так Его драгоценная Настенька Сразу же поблекла Полиняла И выглядела просто Какой-то невзрачной Серой мышкой На сказочную принцессу По крайней мере Она прямо скажем Уж явно не тянула Какие мне однако Вульгарные черты лица И нос Никогда раньше не замечал Снова подумал Сидоров Он чувствовал Что все эти мысли Заставляют ему Какое-то извращенное Злое удовольствие То-то же То-то же То-то мне принцесса Тоже мне принцесса Ага, как же Со свиным рылом Да в калашный ряд Принца, видите ли, захотелось Пустите нашу Дуньку В Европу Сучка Стоило тебя, значит, поманить Обычные шлюшки Как и все они Правильно говорят Все бабы-шлюхи Дура и шлюхи Дура тупая Курица безмозглая Нужна ты ему-то На себя посмотри Бессильной ярости Бормотал про себя Сидоров Наблюдая, как дорогая Как его дорогая Настенька Договаривается Вечером пойти в ресторан Как потом С невинным видом Врет ему компьютерному Про какую-то там Работающую допоздна Парикмахершу-маникюршу А он тупица Болваный идиот Всю эту глупейшую Бабскую галимакию И хинею Ну какие скажите На милость По ночам парикмахер С счастливым видом Развесив свои ослины Уши хавает Да еще и радостно Поддакивает при этом Конечно, милая Настенька Дебил Как В общем, через неделю Все было кончено Еще несколько встреч Прогулок Ресторанов День рождения подруги Мама заехать вечером Просила И прочее в том же духе И вот уже его ненаглядная Очаровательная женушка С бокалом шампанского в руке Асоль, блять Тварь, сука Обнимаясь И целуясь На ходу Со своим новым приятелем Поднимается к нему В роскошную спальню Дверь спальни Целомудренно захлопывается У Сидорова перед носом Конец игры Так Следующая глава Завтра Раздел пятый Сидоров вновь обнаружил себя Сидящим в кресле за столом В соседнем кресле Все так же Небрежно закинув ногу за ногу Сидел развалялся Этот чертов человек компьютер И невозмутимо следил за ним Сам же Сидоров сидел Сгорбившись Отрешенно глядя перед собой И чувствовал себя Северно уничтоженным Раздавленным и потерянным Жизнь потеряла всякий смысл Все чему он верил Жена, любовь, семья Все вдруг рухнуло Ему казалось Что он наяву слышит Как тихонько шуршает И позвякиваясь Сталкиваясь между собой Сталкиваясь друг с другом Осколки его разбиты В дребезги жизнью Все тише и тише Но вот наконец Все и совсем стихло К сожалению Константин Викторович Вы проиграли Нарушил поцарившуюся В комнате тишину Уже хорошо знакомый Сидорову Спокойный голос Я внимательно следил за вами Вы смогли предугадать Поведение своей жены Лишь со степенью Достоверности Около 20% Сидоров слушал Как замороженный Голос собеседника Долетал до него Откуда-то издалека Как сквозь вату Впрочем Мужчина компьютер Сделал паузу И неторопливо выпустил Несколько безукоризненных Калечек ароматного Сигарного дыма Могу вас поздравить Сидоров поднял голову У вас замечательная жена Удивительная женщина Придержаться целую неделю Невероятно Сидоров с каким-то болезненным Недоумением Смотрел на сидящего перед ним Человека Компьютер Персонаж игры Ну в общем существо Он что шутит? Да нет-нет Константин Викторович Я не шучу Что вы? Успокоительно заметил тот А ну да Конечно Он же мои мысли читает Велоса образил Сидоров Впрочем Ему было уже все равно Не до этого Ну читает и читает Даже удобнее Действительно фантастика Мужчина покачал головой Первый раз с таким сталкиваюсь Даже не думал по правде Сказать что такое вообще возможно Обычно сколько? Заторможно поинтересовался Сидоров Обычно сколько? Держится Ему было все-таки интересно Держится Слово-то какое-то Слово-то какое дурацкое Прямо блядь Брестская крепость в осаде Сколько мы еще продержимся? Вот блядь Обычно несколько часов Ну день два максимум Хотя два это уже очень много Но неделя Мужчина опять недоверчиво Покачал головой Чудеса Вы Константин Викторович Должны свою жену на руках носить Это совершенно исключительная женщина Одна на миллион Врать-то мне Это совершенно исключительная женщина В тот же день начала С внезапно проснувшейся злобой Вдруг подумал Сидоров А через неделю уже дала Первому же встречному На дорогой тачке Которую ее пальцем поманил Сука Чем же она там сейчас С ним занимается интересно В его суперспальне Сосет уже наверное Его суперчлен Да ничем ваша жена Сейчас ни в какой суперспальне Ни с кем не занимается У Коризина Проговорил мужчина Это же всего лишь игра Игра Виртуальная реальность Ничего этого в действительности Не было А если бы было Упрямо переспросил Сидоров Если бы я действительно Встретился такой вот На белом Мерседесе Мужчина молча Пожал плечами Понятно Значит неделя говорить На неделю бы ее хватило Ее вечной любви Тварь 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 А что это интересно А что это кстати за красавчик Почему он именно такой Именно так выглядит Именно на такой долбанной тачке Стандартная мечта Всего этого распроклятого Гнусного бабья Нет Это персонифицированный Образ идеального мужчины Именно вашей жены Сидоров испытал Еще один сильнейший удар Так вот значит О ком она мечтает А за меня тогда Чушь вышла Вот и ждала бы его Принца своего На белом Мерине А то люблю Ах Милый и дорогой Замуж срочно надо было выскочить Замуж Вот и все Возраст Ну что вы как ребенок Снова мешал Своего невеселого Распоряжения компьютер Таких людей в жизни не бывает Да и ситуации тоже Это же просто чисто игровая Специально под вашу жену Подстроенные Смоделированные Потом идеальные ситуации Только и всего В реальной жизни Она никогда не возникнет Вам абсолютно не о чем беспокоиться Да Подумал Сидоров Так то оно так Ваша жена конечно шлюха Но не огорчайтесь Соседским алкашем Она не по карману А даром она никому не даст Так что вам абсолютно Не о чем беспокоиться Сидоров подсознательно Ожидал услышать Новое утешение Возражение На эти свои мысли На компьютер молчал Сидоров Опросительно понял глаза Сидящий перед ним Мужчина Насмешливо смотрел На него Сардонически ухмаляясь Кто вы? Внезапно Хрипшим голосом Глухо спросил Сидоров И облизнул пересохшие губы Никакой вы не компьютер Мужчина ничего не отвечая Встал Подошел к столу Заложил руки за спину И стал молча смотреть на улицу Если хотите еще что-то Спросить Константин Викторович Спрашивайте Наконец проговорил он Я вас слушаю Неуверенно откашивался Сидоров Он почему-то вдруг почувствовал себя смущенным И не знал о чем собственно говорить И как вообще теперь себя дальше вести А как прикажете вести себя с человеком Ну пусть даже и не человеком С компьютером Неважно Слово существом Который видит вас насквозь всего Вплоть до самых ваших тайных Интимных Сокровенных И как вы до сих пор считали Только лично вам Принадлежащих мысли Мыслишек Желаний Да с ним С этим существом Не разговаривать Надо обижать От него Коего глаза глядят Что же касается вопросов То он на сегодня Уже наспрашивался Хватит Давай гляди Еще чего-нибудь Еще что-нибудь новенького Знаешь Про себя И про свою Дрожайшую половину Про супруженицу Свою ненаглядную Черт тебе подрали Про любовь Морковь И про весь этот Преподлый бабский рот Так значит Говорите только С идеальным партнером Через паузу Все же промямлил он Ища для себя Пути отступления И пытаясь хоть как-то Оправдать Настеньку В конце концов Он что-то действительно Раньше не замечал Чтобы сказочные принцы На белых мерседесах По их заколустью Толпами раскатывали Отнюдь Мужчина оторвался От созерцания улицы И в полоборота Сбоку посмотрел на Сидорова Разве я это говорил? Ничего подобного Что значит Ничего подобного? Сидоров почувствовал Что стены комнаты Внезапно закачались А пол уплывает у него Из-под ног Как это ничего подобного? Не хотите ли вы сказать? Не хотите же вы сказать? Она что? И с неидеальным могла бы? Совсем тихо Еле слышно Прошептал он Уже зная ответ И с обычным мужиком? Разумеется Вопрос времени Затраченных усилий Мужчина еле заметно Пожал плечом Ну не через неделю естественно Неделю у вашей жены Минимальный срок Поверьте Это очень хороший результат Очень С нажимом повторил он Внимательно глядя на Сидорова Больше вас женщин Требовать вообще нельзя Вы уж поверьте мне на слово Да, да Пробормал Сидоров Хорошо Знаете Я устал что-то Я пожалуй закончу на этом Сниму шлем Да, конечно Вежливо откликнулся Мужчина Компьютер До свидания Константин Викторович До свидания Мужчина наверное повторил Слезание Сидоров И снял шлем До завтра Так, чай шестая Пункт шестой Раздел что-то Его собеседов Его собеседник Исчез Больше в комнате Ничего не изменилось Сидоров Сидорову почувствовалось Сидорову почувствовалось в этом Нечто символическое Нет, конечно не было Но с другой стороны Он так же ясно понимал Теперь Что не было только потому Что случая до сих пор Милой Настеньке Подходящего не представилось Не подвернулось Никто ею пока всерьез не занимался Руки просто до сих пор У нее ни до кого не находили Других же баб кругом полно Ничем не хуже Так что очередь Дорогие дамы Очередь Не толпитесь Обслужит всех В свое время Как там говорил Проклятый компьютер Вопрос времени Затраченных усилий Неделя прекрасный результат Дьявол Сидоров изо всех сил Стукнул кулаком по столу Шлем глухим стуком Подпрыгнул Чуть не упал Сидоров смотрел на него Как на гремучую змею Подумать только Еще вчера Да что вчера Еще сегодня утром Он был счастливым человеком Счастливейшим из смертных Любил, обожал Боготворил свою жену Сдувал с нее пылинки И считал каким-то Высшим существом Из другого мира Стихии читал Гмилева, блин Ты сплачешь Послушай Далеко-далеко На озере Чад Изысканный бродит жираф Да похуй ей жирафа Ты лучше скажи Где ее хахает Дорогой бродит На белом мерсе рассекает Так она сразу успокоится Плакать перестанет И сосать к нему бежит Но не сразу, конечно Через неделю Прекрасный результат Мать твою Сидоров почувствовал Поговори с ним О своей жене О всей этой ситуации Пусть он опять поутешает Что все это ему Не по-настоящему Это же всего лишь игра Мираж Виртуальная реальность Что это вы, Константин Викторович Так разволновались? Да и вообще Неделя это прекрасный срок Сидоров почувствовал Что слезы снова наворачиваются Ему на глаза Эх, Настенька, Настенька Ну почему, почему Как ты могла? Я же тебя так любил А ты? А кстати, существует ли вообще В мире любовь? Настоящая любовь? Вечная? Которая сильна как смерть? Или все это просто Красивые сказки? Надо будет спросить У этого монстра Он же все знает Знает наверняка и это Все мне объяснит И по полочкам разложит Обязательно спрошу Только не сейчас Сейчас мне надо самому подумать С мыслями собраться и подумать Пока время есть Пока Настенька не пришла Как мне вообще теперь себя с ней вести Как общаться? По-прежнему я уже не смогу А как? Люблю ли я ее? Сам не знаю Так как раньше Нет, не люблю В прошлом все это И больше уж этого не вернуть Никогда Между нами теперь всегда Этот проклятый шлем Будет и хлыщ этот Черт, тебе его побрали Ну чем? Чем он лучше меня? Да всем Тут же насмешливо ответил он сам себе Сам же знаешь Черт, 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 черт Сидоров не выдержал Плюнул на чайник Песным с этим чаем И проклиная самого себя Понуро поплелся назад в комнату Сел в кресло И больным, расслабленным движением Натянул Или скорее даже Нахлобучил на себя шлем Его новый знакомый Все так же неподвижно Стоял у окна С заложенными спиной руками В той же самой позе В которой Сидоров его оставил Расставаясь Казалось, он так и простоял здесь Все это время Не шевеляться Никуда не отлучаясь Пока Сидоров Сидоров тусовался в ванной На кухне На новое появление Сидорова Сидорова он никак не отреагировал Как будто даже не заметил И вот что хотел спросить Запинаясь от волнения С ненавистью Глядя на неподвижно Застывший в проеме окна Темный силуэт Начал Сидоров Сам еще не знаю толком О чем он собственно Собирается спрашивать О вечной любви Есть ли на свете Настоящая любовь Все ли кругом рогатые Или это только ему так повезло Как будто ему от этого Легче станет А что, может и станет Хотя нет, не станет Ничего ему теперь не поможет Бесполезно Будь ты проклят Со своей сатанинской игрой Вы совсем не о том Сейчас думайте Константин Викторович Все так же не поворачиваясь Друг неожиданно Перебил его собеседника Что? Растерял Сидоров Простите Я говорю Вы не о том сейчас думаете Мужчина расцепил руки Повернулся лицом к Сидорову Почему? Заранее обнирая От какого-то страшного предчувствия Неслышанно Одними губами Преспросил тот Господи, что? Что еще может случиться? Потому что ровно через Мужчина взглянула часы Три минуты восемь секунд Ваша жена вернется домой И ей вдруг ужасно захочется Надеть шлем Такой вот у нее будет Неожиданный каприз Вы ведь ей разрешите Попробовать Мужчина сделал паузу Иронически взглянул на Сидорова И не дожидаясь ответа продолжил Впрочем, помешать вы ей все равно не сможете Лучше даже не пытайтесь Женщина, что поделаешь Если уж что-нибудь решила Итак, ваша жена продержалась неделю Целую неделю А вот сколько, интересно, продержитесь вы Уважаемый Константин Викторович А? Как вы сами-то думаете? Мужчина сделал еще одну паузу Снова вопросительно посмотрел на Сидорова Тот сидел, хватая ртом воздуха, как вытащенный на берег рыбы Не способный вымолвить ни слова Поразмышляйте, поразмышляйте пока над этим, уважаемый Константин Викторович Только не слишком долго Не дольше Мужчина кинул еще один небрежный взгляд на часы 47 секунд А потом, после игры, если захотите, мы с вами порассуждаем о вечной любви Вы же именно об этом хотели меня сейчас спросить, не так ли? Ах, любовь, любовь Мужчина театрально вздохнул Сидоров по-прежнему сидел как мертвый Ну что ж, прощайте И знаете, мужчина вдруг неожиданно подмигнул Сидорова И заговорчески понизил голос Скажу вам по секрету Мне почему-то кажется, что ваша жена тоже проиграет Как и вы, только с гораздо более, так сказать, разгромным счетом Неделя вам не продержаться? Нет Час от силы? Да и то вряд ли Несколько минут Ну да сейчас увидим Прощайте В тот же вечер Настенька собрала свои вещи и уехала к родителям А еще через неделю подала на развод Впрочем, Сидорову было к этому моменту уже все равно Целую неделю подряд он беспробудно пил И вряд ли вообще толком понимал, что происходит Разбитый искореженный шлем валялся в углу Точнее не шлем, а то, что от него осталось Узнать в этой безобразной, бесформенной мешанине Торчащих отовсюду осколков пластмассы Кусков металла и обрывков проводов Некогда красивые и изящные изделия Было практически невозможно И спросил у Люцифера его сын Зачем ты мне все это показал? И ответил Люцифер своему сыну Ты живешь среди людей И цели твои среди людей Людьми же движут чувства Узнай цену этим чувствам И ты узнаешь цену людям И ты сможешь тогда добиться всего, чего захочешь И опять спросил у Люцифера его сын Разве нет на свете истины любви? И ответил Люцифер своему сыну Одной только любовью душу не заполнить Там всегда останется место и для ревности, и для страха, и для ненависти Для всего того, что делает человека человеком И искра этих чувств тоже всегда тлеет в душе И всегда готова вспыхнуть Достаточно только думать И опять спросил у Люцифера его сын Он учит любви А чему учишь ты? И ответил Люцифер своему сыну Любви нельзя научить Она либо есть, либо ее нет А иначе пусть он научит меня И опять спросил у Люцифера его сын Ты к чему все-таки учишь ты? И ответил Люцифер своему сыну Свободен И задумался сын Люцифером И прекратил на время свои расспросы До завтра!